вновь вас приветствую канал это не идеология рыбалки ну и снова здравствуйте с вами вновь я костян и канал это не идеология рыбалки по многочисленным просьбам покажу вам свою стройку дел тут еще до херища строители мои забухали уже месяц почти компьютер тут надо будет еще сложить веранду большую 3 на 10 материал лежит ждет но сегодня ой завтра вернее должен приехать другой человек если договоримся то он нам будет строить веранду а пока когда есть время внутренняя отделка потихонечку сейчас он досада случилось колесо блин пробил на телеге ну да хрен с ним это все мелочь пойдем прогуляемся по дому такой у нас бардачило ну думаю это как у всех настройки вчера пришлось вызывать моих сварщиков котел короче обвязали мне неправильно начали переделывать того того другого не хватает в поселке у нас для отопления мало что можно купить че загвоздка встала в двух отводах на 32 по 90 градусов вот такие герои вчера объявление подал ватсапе люди выручили сегодня дали до 2 отвода за шоколадку короче вот так обстоят дела может быть сегодня они появятся и перепаяют мне тут в принципе тут осталось маленько вот такой вчера пакет набрал всякой херамини получается такой пакетик у нас вышел на тысячу рублей три крана несколько муфт и тройничок это мне надо будет сделать вот закольцевать на улице так как воду нам в этом году сказали облом только на следующий июль протянут воду буду запускать котел автономно без подпитки короче поставлю на улице 3 крана на подачу на обратку кольцо чтобы не закачать закачивать и спускать воздух системы короче чтобы ее прокачать много было советов всяких там поговорок насчет однотрубного отопления у нас эта система работает блин тут практически каждый второй дом на вот такой системе и все отлично работает все прекрасно работает помаленько кладу ложу укладываю ламинат где можно про клипсы тоже говорили клипсы везде будут стоять тут маленько тоже получается при подыму батарею еще как ну все прикрепая на клипсы короче этому нужно было можно было делать сразу но не нужно было так как у меня еще не было ни электропроводки не плинтусов дней ламината так что просто кинули магистраль повешали примерно сейчас все буду подгонять потихоньку так как если бы я уже постелил ламинат мне бы его тут просто ухерачили это у нас короче будет большой огромный зал так пойдем дальше тут у нас будет наша маленькая спальня вот с таким светом кругленьким красивым регулируется от пульта тут ничего такого не будет большая кровать шкаф телевизор все скромненько так идем дальше тут у нас будет кухня такая тоже кухонка будет просторная достаточно на кухню еще ничего не брали это уже только на следующий год будет угловая кухня большой холодильник если все планы срастутся встроена тут посудомойка раковина плита короче как-то вот так потихонечку все еще доделаем помаленьку прошу друзья блин не советуйте еще все равно буду делать все по-своему как хочу и насколько позволяет возможность так ну с кухни у нас переход будет вот такую гостиную сейчас начну вернее продолжу ламинат стелить потихонечку сюда в гостиную выводить вернее уже вывел вчера вечером уже стало темновато работаем пока на временной резетки сегодня должны приехать подключить электроэнергию электрика у меня тоже работает по выходным только так как работа у него что успевает с обеда до вечера пока не стемнело помаленечку проводит проводку а так вы пока вот на этих хитросплетениях живем работаем ну тут понятно будет прихожая такая фигурная всякая здесь будет стоять красивая лестница она вот-вот сегодня завтра должна подойти на барже не знаю когда установим сначала здесь тоже все застелю а потом уже короче лестница в последнюю очередь идем идем на второй этаж много было вопросов будет ли отдельный кабинет под рыболовные принадлежности где будет стоять мой рабочий компьютер кабинет конечно будет обязательно тут тоже сделаем освещение в коридорчике подлезть над лестницей все будет там путем но тут будет мой небольшой такой кабинет в принципе как небольшой достаточный уже не помню все размеры вот такой будет вид в лес там еще новостройка дальше участках уже не дают так что народу здесь много не будет идем 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 в комнату виктора у нас поселиться на втором этаже вот такая у него будет комнату х а обои сам выбирал тут еще окошко не доделал увидеть как будет вид соседям соседский огород что-то у нас полностью все новостройка получается три улицы все новые дома участки дают только в лесу с землей тут еще делов него мою куча это все будет уже на следующий год не в этом году уже все осень будем завозить песок землю распланировать перетаскивать гараж устанавливает забор если все получится обошьем дом сайдингом если все выйдет короче сейчас достелю когда гостиную буду перебираться на второй этаж посчитаем сколько останется ламината вроде обсчитывали все на 150 квадратов с запасом брали должно в принципе хватить на все тоже говорили когда мы грузили ламинат в это в контейнер многие писали нельзя перевозить стоя замки сломаются весь ламинат доехал в целости и сохранности ни один замочек не сломался стелем есть конечно бракованные доски ну там совсем не то где краешек дичу внутри прям подлома он уходит на обрезке в принципе все 8 выстилается все укладывается ну чего еще сказать строимся потихоньку по финансам это конечно вылазит очень и очень дорого также много задавалось вопросов на что строимся где берем деньги где работаем даже позавчера один написал что мы возможно убиваем людей и закапываем их под дом грабим их короче такого нет практически все мы делаем в рассрочку в кредит строителям тоже платим в рассрочку марина и света получает получается свою зарплату и отдают их обе полностью моя зарплата там копейки 12000 я работаю дворником никаким не олигархом блин ну и youtube маленько наскребает по чуть-чуть вот так вот живем можно сказать потихонечку платим как можем ну и во многом конечно выручил алексей юрьевич из москвы дав нам большой кредит беспроцентный сначала на снегоход потом до закупиться то что не хватало на дом короче выручил у нас конкретно с этим кредитом с ноября месяца начнем потихоньку рассчитываться по возможности думаю года за три за четыре рассчитаемся ну алексей юрьевич в курсе всего этого сам предложил долго думали ну и согласились кредит конечно хреновый отдел но тут без процентов принципе все будем делать пойдемте посмотрим кто-то спрашивал тоже какой теплоноситель поставили давайте нормально на него посмотрим стоит у нас мини котель на зота 12 вот такая штука такие котлы много у кого у нас стоят и работают отлично имеется тут свой насос у него с тремя режимами скорость сам котел здесь тены стоят блин не помню сколько штук но они там стоят бачок расширительный давление короче все вот так вот автономненько тут будет в ванной конечно хитросплетением не наделали дофигища всего лишнего ну да хрен с ним это и ванная котельня и санузел маленький такой кабину которую я все-таки собрал блин даже бабахнулся с ней распорол палец но я ее собрал такая вот тоже небольшая кабиночка вам хватит потому что будет еще будет еще рядом стоять банька ну скоро скоро сможем принимать гостей уже по это по комфортней так как в той квартире у нас пара комнат но и нас четверо так что в гости я никого не зову петр тут прискакал сам увидел обстановку как что сейчас с весны получается с июня нам надо будет с той квартиры все перевозить сюда или затаривать куда-то опять все в гараж в сарай сейчас гараж у меня на данный момент полный прям забит всякой фигней там маленько мебели то что смогли купить фанера гипсокартон в избе плита но это все на ту квартиру так как в той квартире начнется летом капремонт будем ее делать для свет и света себе все перепланировала будет маленько переносить стены с этим мы тоже сейчас еще будем с документами разбираться по перепланировке ну и думаю к осени и забабахают там ремонт и она уже будет жить самостоятельно вот так вот как-то помаленечку ладно друзья хорош трендить буду дальше арбайтон супруга на работе до обеда я ковыряюсь один потом приезжаем вместе ковыряемся вдвоем сегодня мне прям надо здесь весь день торчать ждать моих электриков если до обеда не будет поеду под шевелю должны меня сегодня подключить котел надо допаять и запускать его в работу так как на улице уже холодно в доме идет отделка и нужно тепло так с колесом не еще разбираться запаски у меня на эту телегу нет вот сюда подтянут к этому щиту сип он от того столба это я вкапывал временный стоит счетчик там тоже одна розетка короче как то вот так ну тут на вводе вот получается здесь и заглушу сделаю краны поставлю кольцо сделается отдельно краны будут подачи обратки чтоб задуть систему закачать короче все по уму будет утеплиться это все дело на зиму мне хотя бы чтоб плюс 5 было в доме чтоб на максимум котел не выводить чисто для поддержки так как жить в этом году мы здесь не собираемся еще нет слива труба выведена пока не можем найти контейнер под слив один контейнер нашли трехтонник желательно еще один и под баня тоже надо будет искать какую-то емкость найти здесь вообще ни хрена невозможно так что строимся из того что есть веранда будет капиталки будет теплая веранда брус на обвязку короче как-то вот так не сильно она будет теплая конечно ну смысле капитальная будет веранда недощатая с капиталки вот так друзья ров стран деть пойдем работать пишите ваши комментарии ну опять же не прошу никаких советов это просто получается какая-то красная площадь а делать я все равно буду по-своему вот такой вот краткий обзор щик будущего гнезда нашей семьи ладно сегодня планируется выезд на рыбалку к вечеру вроде маленько должна затихнуть погода ему может вырвемся если сварщики нам все это дело не обломают паяльщики наши должны доделать до свидания друзья вы до встречи на реке думаю вскоре уже до встречи